Всем доброе-доброе утро! Кто смотрел вчерашний влог, те уже более-менее в курсе, как я ходила в детский мир и покупала вещи, курточку, кроссовки и футболки. Те, кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Ну, если интересно. Сегодня влог продолжается. Мы все это несем, сдавать в детский мир. Вот это мало. Вот это мало. Вот это мало. Вот это мало. А куртку вроде оставляем 140 размер. Футболки взяла 140 размера. На минуточку. У Сашки рост метр двадцать восемь где-то. То есть я с запасом их брала. Ну, так смотрю, так прикинула. Ну, ничего вроде. Вот тут вот все натянулось в подмышках. Вот здесь как-то все тут скрутилось. В общем, вообще. Не вот эта модель. Вроде, ладно, модели разные. Что эта футболка, что вот эта вот модель футболочки. Потому что вот эти вот они из одинаковой серии. То есть вот эта, вот эта вот. И вот эта вот фирма такая же, но немножечко модель другая. В общем, нет. Футболки сдаем. Кроссовки классные. Мне понравились. И вроде тоже мерила с ее ножкой. Представляете? Впритык. Потому что здесь пятка идет под наклоном. Может быть, нога туда у нее сползает. И ей кажется, что они ей малы. Но не знаю. В общем, беру Сашку с собой. Мы сейчас все это несем сдавать. Она будет мерить кроссовки. Футболки сдадим. Не знаю, будем мы там мерить или нет. Но у нас сейчас первая очередная задача. Купить, конечно, обувь, чтобы ходить было удобно. Вот. Поэтому сейчас мы едем снова в детский мир. Кому интересны такие влоги, мы приглашаем вас с собой. Привет, Сашунку. Говорю, выбирай, какие нравятся. А я уже по размеру посмотрю. Можно те, которые у нас были, посмотреть размер другой. Или что-то тебе хотелось другое. Тебя же на липучках хотелось. Тебе не понравилось то, что они на этих, как он, на шнурках. Можешь подальше пройти. Посмотри, там кроссовки, как носочки натягиваются. Вот смотри, типа таких, Саш, как у нас были. Есть вот такие вот. Есть такой цвет. Есть вот такой цвет. Выбирай и будем мерить. А где ты их, что эти? А, наши? Они вот там стоят, да. В этом, правда, детском мире не было размера. А так как нам нужен побольше, они, может быть, нам здесь подойдут. Вот они, наши кроссовки. Тридцать четвертый, я тебе взяла тридцать третий. Вот они. Да, только это размер побольше. Ну, или ты хотела другие. Посмотри, тут еще кроссовки. Можно походить, поискать. Вот еще кроссовки, Саш. Сними шапку. Жарящая какая. Это не велики? Это велики, наверное, будут. Хотя, тридцать третий размер есть. Ну, их надо будет шнуровать. Шнуровать? Ммм, они нужны как? Тебе такие нравятся? Нет. Хочешь такие померяем? Это такие у нас были. Как носочек они. Надевай. Угу. О, небольшие. Это я тебе тридцать четвертый взяла. Запасные. Ну, вот. Нежные. Надо их, знаешь, что? Попробовать пройтись. Они все время здесь вот это надевают. Мне очень удобно. Подержи. О, давай надевай вторую. Давай, держи. Я сам ее надену. Угу. Тоже вытяжаться. Самые такие, по-моему, простые. Единственное, что вот мне не понравилось, что у них тяжело, конечно, гнуться. Но можно на ноге удобнее. Угу. И можешь пройтись пока. Ну, пройтись прямо. Ну, как? Удобно? Небольшие? Нормально? Да? Запасим. Понятно. Мне кажется, на лето это самое вообще такое то. Хочешь попробовать те, которые я брала, но побольше размером? Такой. Вот эти вот. Я брала 33 и 34. Померяем еще эти. А что это такое такое? Это вот то, что тебе мало оказалось. А-а-а. Ну, ты можешь поставить. Тоже как кусочек? Да. Вот, держи. Ты их тоже можешь просто... А я тоже. Угу. По внешнему, видимо, мне вот эти больше нравятся. Давай обратно. Ну, как? Смотри, в каких удобно. Или, может быть, еще другие можно примерить. Ну, очень запасы. Саша, смотри по себе. Не смотри на меня. Какие нравятся, такие берем. Вот эти? Да. Вот эти получше, да? Да, они шовчик. Ты видишь, у них закрыт шовчик. Единственное, что по красоте и эти, и те тоже красивые. Ты смотри, чтобы они тебе по удобству были. Ну, что? Вот эти лучше. Какие? Вот эти? Да. Ну, все, тогда эти берем. Такие вот берем. Цвет красивый. Они тут вроде тоже с дырочками проветриваются. Капульчики лёгенькие. Отлично. Эти, да? Да. Хорошо. Так, мы пришли к купальникам. Сашульке показываю. Без неё, конечно, я не решилась бы купить. Мне вот такой вот понравился. Но тут вот резинка не очень широкая. Не будет ли она скатываться? Вот не знаю. Ну, то, что нравится мне, это одно, а то, что нравится ребёнку, это совсем другое. Такие вот тут. Вот ещё вот такой. Саша, посмотри, вот такие вот цвета какие есть. Отдельно трусики, отдельно маечка. Нет, не очень? Я вчера на него смотрела, кстати, стояла. Футболки ей никакие не понравились. Она попросилась, как вы думаете, на первый этаж, где куча игрушек. Просто посмотреть. Видите, какие ростовые куклы большие. Тоже, помню, подарили куклу. Моя мечта была. Так мне нравятся. Какие сейчас куклы симпатичные. Вот я прям вот смотрю, любуюсь. Смотрите, с эмоциями. Такие. Такой набор. Смотри, господи, господи. Вы посмотрите, он прям вообще малышек. К нему идёт, видимо, переноска. Тут моют. Такие. Дашка, если ты в машинке, то они туда дальше. А вот для Барби шкафчик. А здесь, мам? Тут уже такие ролевые игры, кассы. Барби. Красота, да? Та-да-а. Коляски. Коляска есть у нас. Благополучно ушла на дачу. А это вот из сказок. Как вы заметили, у Сашки в руках собака. Так у чёрненьких, мы даже идём. Ну, ребёнок счастлив, это самое главное. Мы сейчас стоим на остановке. Вот мы в детском мире были. Подождём автобус. О, тоже улицу моют. Подождём автобус. Я посмотрела по приложению. Вроде минут через 5-6 должен быть. И выдвигаемся домой. Купили только кроссовки. Я, по-моему, уже как-то говорила. Сашка, отходи. Видишь, улицу моют. Моя, по-моему. Да? Купили кроссовки, всё. Ни купальник ей не понравился. Ни футболки она не захотела брать. Всё-таки надо было изначально ехать с Ашулькой. Выбирать. Ну, сдали и сдали. Да, дочка? Выбрали и выбрали. Вон они наши кроссовки там бежат. Сейчас едем домой кушать. Проголодались. Союз Печать мой любимый. Киоск. Разная тут такая. Ерундеестико продаётся. Кстати, вот эта вот модель, это детского мира. Давайте строимся. Наступайте место инповедов пожилым людям, пассажирам в детьми и беременных женщин. Сашулечка, уже пришли домой, пообедали. Пьём лимонную воду. Да, Сашка? Одна из трубочки для так. Витамины. Кисленькая. Мы тут, Сашулечка, перебираем аптеку. Точнее, Сашка занимается своими делами, я аптечкой. В прошлом году я брала очень много разных вот таких вот контейнеров пластиковых, ну, потому что, во-первых, мне так удобнее, во-вторых, у меня всё по контейнерам лежит. Если желудок, то там один контейнер температуры, там другой контейнер, там антибиотики, третий контейнер. В общем, по болезням так у меня отсортировано. И я просто сгребала всё в кучу, в пакет, и контейнеры эти везла. В этом году я решила немножечко делать по-другому. Ну, во-первых, что поменялось, что я поняла, что в Анапе можно также заказать лекарства. Раньше у них не было доставки аптеки.ру, я, в общем-то, всё через аптеку.ру практически покупаю. Вот, а теперь, если что-то в Анапе, например, каких-то лекарств нету в аптеках, то через аптеку.ру также можно заказывать. Там привезут либо к дому, либо там, если есть пункт выдачи, в общем. Легко и просто, поэтому беру в этот раз всё необходимое. Уже контейнер нам положила. Это наше лекарство, взрослое. Это детские лекарства Сашулькины. Тут ещё будет градусник лежать. Потом это нужно докупить. Это наферон такой, септолета от горла детская. И стрепсос надо тоже взрослое докупить. И вот такой вот пакетик. И это пакетик с антибиотиками. Вот он будет отдельно лежать. Тут очень много разных лекарств. Что-то нам выдавали, когда мы болели. У нас осталось, например, последним штампом. Там выдавали лекарства. Они достаточно дорогие. У нас осталось несколько блистеров. Поэтому срок годности не подошёл. Мы с собой их возьмём, соответственно. Плюс что-то мы сами покупали какие-то антибиотики. Поэтому, в общем, у нас все это пакетики лежит отдельно. Ну, чтобы не перепутать. Вот, поэтому у нас в этом году будет лекарств от этого немного. Ну, мы в основном им не пользуемся. Так, для успокоения души, чтобы лежало, чтобы было, как бы, ну, положено. Знаете, мы привыкли, чтобы лекарства были под рукой. Так как-то даже спокойнее. Шульчка вот играет такую мозаику. Недавно я её купила по Валберису. Они в школе по ней занимаются. И попросила она купить. Потому что ей очень-очень нравятся. Такие вот карточки. И разные такие вот деревянные фигурки. Из них надо картинки такие составлять. Хочешь, сам фантазируй. Хочешь, вот тебе данные картинки. А тут, получается, звёздочки по уровню сложности. Вот эти четыре звёздочки. Вот это вот более сложнее. Мне кажется, что это как-то более детское. Ну, если нравится, пусть, конечно, складывает. Ребят. Она все без труда может собрать. Я здесь собрала вот это. А потом мне дальше буду сама. А дальше уже она сама достраивает. Да. Отлично. Так что продолжаю дальше сборы. Сборы потихонечку. Чтобы всё не на один день оставлять. Я вот так вот потихоньку, потихоньку, потихоньку начинаю собираться. По-моему, заходит на дождь. Как вы думаете, будет или нет? Завтра по прогнозу дожди. Послезавтра по прогнозу дожди обещает. И такое вот похолодание, по-моему, до 15 градусов я читала. Хотя закат розоватый. А когда розовый закат, вроде тепло, да, ожидается. Ну, не знаю. Посмотрим. Мне кажется, у нас каждый день всё зеленее и зеленее парк становится. Как вы думаете? В общем, ребят, будем с вами на сегодня прощаться. Мы собрали часть вещей с Сашулечкой. Аптечку собрали. Сегодня детский мир съездили. Намерились, устали. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До скорых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok